Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Сегодня пишут о том, что Алла Пугачёва объяснила свой отъезд в Израиль словами «лучше буду нищей в другой стране». То есть я так понимаю, что нищий, значит, другой стране, весь вопрос «нищая или не нищая». Весь вопрос опять-таки упирается, как я уже говорил, в деньги, в наличие денег, золотой телец. Послушайте, что пишут в СМИ. Алла Пугачёва покинула Россию, сделав несколько громких заявлений. Она обосновалась в Израиле и зажила новой жизнью. Стало известно, почему певица решила так поступить. Она сама об этом рассказала. Своё мнение по поводу эмиграции Пугачёва высказала аж ещё в далёком 1977 году. В одном из интервью она сказала, что покинет Россию только при одном условии. Собственно говоря, она сама всё это сказала уже давно. Отсюда уехать, она говорит, меня может заставить только страшная обида на родину-мать. Но страшная обида какого характера? Пока никто так не обижал, она говорит. Но я бы не хотела быть нищей, нищей в своей стране. То есть у неё напрямую обида связана с количеством денежных средств. Обида это нищая. Если сделают так, что я буду нищий, то я лучше буду нищий в другой стране, сказала Пугачёва. Друзья, ну это очень многое объясняет, хоть это и сказано в далёком 1977 году, но это объясняет в первую очередь то, что она поняла, что здесь заработка не будет. У кого, в первую очередь, её за мост и у гастролёра мужа. А соответственно, лучше быть там. То есть вся любовь к родине, весь патриотизм упирается фактически, насколько я понимаю, в количество денежных средств и возможность зарабатывать в этой стране. Представляете, вот и всё. Для меня это фантастика. Почему? Потому что, ну вот, не знаю, я не знаю, как у вас, напишите в комментариях. Личто у меня, любовь к родине, это не нищета или богатый в своей стране, да, это что-то глубокое, духовное, связь с культурой, с культурой, с языком, с людьми, с менталитетом, с природой, с вот этим всем, да, с корнями, с предками. Ну, то есть это вот, где родился, там пригодился, что называется. Ну, по крайней мере, вот так. Друзья, что думаете на сей счёт? С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закреплённом комментарии, в описании. Для поддержки канала, кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Друзья, я напоминаю, что настоящие важные и актуальные новости для нас всех на сегодняшний день. Это, естественно, новости сопредельного государства, особо чувствительные направления Лиман, Херсон. Мои ролики на остросоциальные и политические темы. Всё это в моём телеграм-канале Будда Гришна. Новости переходите, подписывайтесь, делитесь в соцсетях. И, друзья, здесь на YouTube тоже есть канал, он называется Будда Гришна. Новости, он резервный, запасной. Подпишитесь, чтобы мы с вами просто не потерялись в случае чего. Успехов, здоровья, всем пока. До встречи.